Привет всем! Вы на канале Jellius. Как ни крути, а популярность беспроводных наушников растет в геометрической прогрессии. И в этом нет ничего удивительного, ведь они офигенно удобные. А что самое важное, становится все качественнее и доступнее. Однако у недорогих TVS гарнитур есть одна важная особенность. Они не являются ультимативным решением. Так или иначе, каждая модель имеет компромиссы. Где-то лучше микрофон, но приседает звучание. Где-то минимальная задержка, но при этом слабая автономность. Сегодня я расскажу вам о TVS гарнитуре Jellius Influence, которую можно купить за 999 гривен. Она концентрируется именно на качестве звучания и за свою цену поет просто сказочно. В то же время недостатки в ней тоже есть. Также наш канал подарит скидку каждому, кто захочет ее купить. Так что смотрите внимательно. Начнем с внешнего вида, ведь это немаловажный параметр любого устройства. При первом же взгляде на кейс понимаешь, что дизайнеры вдохновлялись эстетикой игровых устройств. На лицевой панели находится яркий световой индикатор. А сам холдер фигурный и ухватистый за счет своей остроугольности. Выполнен он из матового и по ощущениям твердого пластика, который немного поблескивает на свету. Самое главное, что на нем не видны следы пальцев. Даже если брать его руками после картошечки фри из мака, следов не будет. Проверено. Что касается самих наушников, то они легкие, но весьма крупные и с длинной ножкой. Впрочем, это никоим образом не мешает. Из-под шапки они особо не торчат. А держать их за ножку так вообще очень удобно. Кстати, в коробке помимо наушников и зарядного кейса вы найдете инструкцию, зарядный кабель Type-C и набор амбушюр. Гарнитура у нас внутриканальная. Рекомендую примерить все три пары амбушюр, чтобы подобрать себе оптимальные. Лично мне было удобно со средними. Сидели как влитые, не выпадали и усталости спустя пару часов не было. Но важнее скорее не это, а качество их шумоизоляции. В этом плане все супер и даже лучше, чем я думала. Например, в метро посторонние шумы гасились вполне хорошо. И музыку я слушала с комфортом. Ну, насколько это вообще возможно в метро-то. Наушники примагничиваются к слоту в кейсе и держатся там реально надежно. Как ни тряси, не выпадают. За это плюсик. Как только вы открываете крышку холдера, в меню Bluetooth на смартфоне, неважно Android это или iOS, отобразится название гарнитуры. Далее достаточно выбрать ее и отметить кодек, через который будет передаваться сигнал. Кодеки поддерживаются SBC и AIC, что очень неплохо для этой ценовой категории. Bluetooth здесь версии 5.0. Вы можете спокойно запустить музыку или подкаст, пойти на кухню, приготовить себе поесть, оставить телефон в комнате, а гарнитуру в ушах. Сигнал не теряется на расстоянии до 15 метров и пробивается сквозь две кирпичные стены. Благодаря этому пользоваться наушниками дома или в спортивном зале получится элементарно. Ну и наверняка вас больше всего интересует, как же обстоят дела со звуком. Однозначно могу сказать, что это сильная сторона Jellius Influence. Внутри каждого наушника установлен 10-миллиметровый излучатель. Их чувствительность 42 дБ, а частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Как и говорила в начале, поют они очень здоровски. Сильнее всего выражены средние частоты, затем идут басы. Высокие присутствуют, но точно не доминируют. На мой вкус идеально эти наушники воспроизводят поп, инструментал или вокал. Нехватку высоких пофиксов в эквалайзере. И все вообще стало отлично. В общем, вместе с крутой шумоизоляцией и приличным запасом громкости для прослушивания музыки, подкастов и гейминга это топ. Идем дальше. Второй по популярности use case беспроводной гарнитуры после прослушивания аудио это разговоры. В Jellius Influence микрофон имеет каждый наушник, поэтому общаться по ним можно без проблем. Но следует знать, что как и в любых доступных ТПСках, качество микрофона не поражает воображением. Вас будет неплохо слышно, однако порой собеседник может чувствовать нехватку громкости. Из приятного. Здесь хорошо реализовано жестовое управление. Чтобы приостановить или вновь запустить трек, нужно один раз нажать на правый или левый наушник. Двойной ТП по правому наушнику вызывает переход к следующей композиции, а по левому к предыдущей. А ответить на звонок можно при помощи одного ТП по любому из наушников. А для сброса вызова удерживайте палец несколько секунд. Также предусмотрен жест для запуска голосового ассистента. Единственное, не хватает автопаузы и регулировки громкости. Ну и напоследок, автономность. Данные наушники оснащены батареей на 30 мАч, а элемент питания внутри кейса на 400 мАч. Заряда Jelius Influence хватает на 3-4 часа беспрерывного прослушивания музыки на средней громкости. Кстати, индикатор здесь не просто так. Когда вы положите наушники в кейс, он будет гореть, а как только они зарядятся, погаснет. В процессе зарядки самого кейса диод будет мигать. Когда проценты дойдут до сотни, он начнет просто светиться, сигнализируя об окончании зарядки. Финализируя все вышесказанное, хочу еще раз подчеркнуть, что Jelius Influence это шикарное решение для прослушивания аудио. Если вы подыскиваете гарнитуру именно для этого, рекомендую к покупке. Вы точно не пожалеете. В этот раз мы разыгрываем 3 промокода со скидками на покупку этих наушников. Первое место 50, второе 30, а третье 20% скидки от полной стоимости Jelius Influence. Но помимо основного розыгрыша промокодов, дарим 10% скидку каждому, кто подпишется на наш канал и захочет приобрести эти наушники вне зависимости от розыгрыша. Промокод на скидку в 10% будет в описании к видео. Чтобы выиграть скидку в 50, 30 или 20% вам необходимо подписаться на наш ютуб канал, инстаграм и фейсбук. Поделиться этим видео на своей страничке в фейсбук, а в комментариях написать, какие наушники больше любите, вкладыши или внутриканальные, и почему. Победителей объявим ровно через неделю, выбрав с помощью рандомайзера. Также условия розыгрыша и промокод на 10% скидку будут продублированы в описании к этому видео. Все промокоды действительны до 15 апреля. Пишите, что думаете об этих наушниках и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok